Андрей Владимирович Разин Металлург Магнитогорс Спасибо за награду, но я считаю, что, во-первых, это награда не лучшего тренера, а лучшего тренерского штаба, потому что у меня действительно хороший, классный тренерский штаб. Я Андрей Разин, главный тренер Металлурга. Вот мой тренерский штаб. Я занимаюсь разбором соперника, плюс на играх отвечаю за правомерное взятие ворот. По большей степени, да, это игра в обороне, это работа с защитниками, плюс тренировки с неиграющим составом во время игр. И сейчас, допустим, в Минске мы с Юрием Викторовичем взяли еще на себя работу с сравнированными игроками. То есть мы с ними катались перед основной тренировкой. По должности, по аббревиатуре, да, это тренер по АФП, это тренер по общей физической подготовке. И из этой вытекают и те задачи, которые ставятся перед этим тренером. Самая главная задача, чтобы все игроки максимально оставались здоровыми в течение всего сезона. Если говорить на игре, это определить пару защитников, которые выходят. То есть есть сочетание, которое, когда мы играем всем, допустим, защитников, кто играет в меньшинстве, по большинству Юрий Викторович там определяет защитников. Меньшинство, разбор меньшинства, соперник, собрание перед каждой игрой. А так, по очень вопросам у нас, мы все в диалоге и обсуждаем и позиционную атаку, и оборону. И принимаем участие каждый во всем. У нас в тренерском штабе, наверное, нет такого, что кто-то отвечает там за нападение, за защиту, там что-то. Мы это все стараемся делать, ну, коллегиально, да. Потому что, допустим, по тем же защитникам, там что-то я вижу. По нападающим что-то видят тренеры, которые отвечают, ну, по защитникам, да. Поэтому мы работаем все вместе, и это вот, я считаю, что приносит какой-то результат, конечно. Андрей Владимирович пропагандирует баллоны. Сколько тренеров хотел узнать, что команда делала с этими баллонами? Ну, много. В свое время, когда выигрывала команда «Знарка», все начинали как раз делать эту вот советскую школу, да, много бегать, да. Он перестал выигрывать. Начали смотреть в другую сторону. Суть в том, что методика подготовки может быть разная. Главное, чтобы она давала результат. Главное, чтобы спортсмены опять же оставались при этой методике здоровыми максимально. Потому что какой смысл от человека, когда он находится на пике своей формы, но не может выйти на лед? Я вот по себе сужу, что нужно ребят не вымотать прям до полусмерти, а дать такие упражнения, чтобы они были очень похожи на игру. То есть какие-то игровые задания. И чтобы у них была хорошая физическая форма. Чтобы там, допустим, завтра, послезавтра они уже были готовы выйти на игру, и ноги у них бежали. Не просто, как у меня было время, неиграющий состав, и хвост, и в грилл. Это спорт, это может случиться с любым. Просто тут надо грамотно подойти к тренировочному процессу. То есть если это серьезная травма и длительный восстановительный процесс, то не с первого дня его начинать жестко тренировать, а плавно-плавно подвести. И когда ты уже выходишь, допустим, месяц, условно ты будешь в лазарете, тебя плавно через месяц подвести на пик формы. И это психологически не так давит, если же ты с первого дня начинаешь как сумасшедший носиться. Это, скорее, основная часть моей работы. Я занимаюсь именно разбором соперников. В принципе, я думаю, что ни для кого не секрет, что все клубы имеют аналитиков в своем тренерском штабе, которые разбирают игровые схемы соперников, как они действуют. При выходе из зоны, при давлении, при откате, при игре в большинстве, в меньшинстве, я нарезаю просто короткие видеомоменты, чтобы тренерам освободить время. Они посмотрят, собирают из этого собрания для игроков, что-то отсеивают. И мы таким образом показываем игрокам перед игрой игровые схемы соперников. Баллоны могут быть разные. Баллоны – это вообще такая аббревиатура. Там же не только баллоны на льду, там три упражнения у него на льду. Баллоны – это, скажем так, название тренировочного процесса. Вот и все. А сколько делать, сколько пробежать. То есть и баллоны на протезонке отличаются от баллонов в сезоне. Я тоже использовал, но, опять же, чуть-чуть другие баллоны, как у него. Это метод увеличения интенсивности нагрузки в соревновательном упражнении. Это рабочий метод, который давно уже выявлен, проверен. Он рабочий, да. То есть пловцы прикрепляют себе лопатки, чтобы было тяжелее. Плавать плавают с резиной. Пенькобежцы бегают, что-то за собой опять же таскают. Боксеры с гантелями боксируют. То есть в любом виде спорта – это крепля та же. Если есть повышенное сопротивление в соревновательном упражнении, это эффективно работает. Самое главное – вопрос «когда», «сколько», «как». Вот эти вопросы остаются открытыми всегда. А то, что это эффективно – это факт. У нас есть определенные требования к защитнику. Он, прежде всего, это плотность игры везде. В атаке, в средней зоне, в обороне. То есть умение играть хорошо на линии в атаке. Подключаться к атаке. У нас столько моментов, когда на завершении два защитника могут оказаться перед воротами. Поэтому мы не ограничиваем их в принятии решения. Главное – наша просьба к ним. Не бойтесь ошибиться. Играйте. Есть ребята, которые любят атаковать. Которые хорошо убирают момент для подключения. Есть защитники, которые это с опаской делают. Но, тем не менее, все участвуют в атаке. Вот у нас, на мой взгляд, нет такого защитника, который бы не хотел атаковать. Может, у всех по-разному получается. Брать того же Минулина. Его сейчас отметили в том, что у него каждый 15-й бросок голевой. Почему бы ему не бросать побольше? Может, будет забивать побольше. Понятно, что мы защитники. Мы отвечаем за оборону в большей степени. Но, когда идет разбор игры, то это коллегиальный процесс. И мы выносим там свои точки зрения. И потом уже главный тренер принимает решение. Поэтому сказать, что я вот чисто только к защитникам – нет. Я также могу и с нападающим поговорить, как ему лучше сыграть в обороне. Ну, опять же, это да, как к обороне относятся. Вообще соперника все садимся все вместе разбирать. Но, допустим, если мое ребят подготовить под большинство, то меньшинство соперника смотрю я. Если там подготовить ребят под меньшинство, то тренеры по защитникам смотрят и преподносят это им. Можно, с одной стороны, делать шикарную работу в тренажерном зале. Но если команда психологически не будет настроена на то, чтобы выкладываться на льду, это не будет работать. Если, опять же, в тренажерном зале все хорошо, но работа на льду не подразумевает хорошей высокой интенсивности, хорошего восстановления, это не будет работать. Это всегда комплекс. То есть это комплекс и психологический, и тактический, и, естественно, функционал, который они выполняют на льду, да, и работа в зале. Это все всегда комплекс. Нельзя говорить о чем-то об одном, что это является приоритетом. Только комплекс работает. На первом месте атмосфера, в любом случае. В раздевалке, чтобы игроки хотели с удовольствием приходить на свою работу, даже, ну, не назовем это работой, да, на тренировку. Приходить пораньше, чтобы пообщаться, там, вот как у нас поиграть в нарды, да, это что такое, чтобы не только думать о хоккее. Ты приходишь там поделиться чем-то другим, с партнерами, да, пообщаться. И все равно из раздевалки выходят на лед, правильно? И как будет у тебя в раздевалке, так будет на льду. Все начинается за кулисами. На главном тренере все равно груз ответственности гораздо выше, больше, чем у помощника. Потому что все знаковые и важные решения принимает главный тренер. Ну, мы познакомились еще раньше, когда он агентом еще был. Он приезжал, у меня был 89-й год рождения, и он там уже несколько игроков себе приметил тогда. А потом он работал в Ижевске, это был фарм-клуб в Северстале. И многие ребята из молодежки были у него. И когда начинался плей-офф, я забирал от него народ, которые, поигравши уже в высшей лиге, приобрели опыт в высшей лиге. Прежде всего нравится в нем та уверенность, которая по принятию решений любых. Какие-то сомнения у него там редко когда бывает. Вот принял решение, пусть оно такое, может быть, странное, может быть, нелепое какое-то. Но оно играет, оно работает. Иногда снимали первую пятерку с игры, могли такое сделать, поставить молодежь. Это было и в прошлом сезоне здесь, когда, в общем-то, никто не верил. А когда последняя игра в Лигурярке была, практически молодежный состав в Сомском выходил играть, сработало. Перед тем, как я завершил карьеру, мы с Андреем Владимировичем переговорили, он высказал свое видение и поставил, так сказать, задачу или цель, чем я должен заниматься и что он вообще хочет видеть от меня. Поэтому переход был несложный, чего-то нового. Понятно, что, да, тренерская, игровая – это разные вещи, но я как-то так быстро влился в это дело. При Ле Петровиче мы разбирали, смотрели больше видео. Андрей Владимирович больше умеет, наоборот, словами сказать, настроить, мотивировать. Для нас, принципиально, для меня ничего кардинально, так скажем, да, не поменялось. Даже скажу больше, наверное, мы предложили какое-то свое видение Андрею Владимировичу, он не был против. У него не было, да, каких-то специальных требований, просто мы уже по отработанной схеме делаем свою работу. И, в общем-то, я думаю, что его устраивает. Если, наверное, не устраивал, он какие-то коррективы внес. Наверное, с самого первого дня, как вот собрались в прошлом году, собрали ребят. И было видно, да, были там тяжелые моменты, но было видно, как по крупицам собирается команда, этот коллектив, который способен на многое. И уже, да, в течение сезона мы понимали, что мы это можем сделать. Но, опять-таки, все в руках ребят. И они это сделали, а мы им только помогли. И предсказать перед сезоном это очень сложно, потому что на бумаге, может быть, одна команда по делу по-другому. Но когда началась регулярка в том году, там первый месяц, второй, и мы как бы так пошли по ступеньке вверх-вверх-вверх. И уже ближе к плей-офф, как бы это казалось, ну, реальным, да. Для меня самое сложное было это первый раунд, честно, если про плей-офф говорить. А по ходу сезона-то мы, в принципе, всегда марку держали. То есть, как начали. Был один промежуток, когда мы пять игр проиграли подряд. Был такой тревожный момент. Но он каждый год возникает, и в любой команде он есть такой. Главное, что здесь спокойно к этому отнестись, и чтобы руководство спокойно отнеслось. Главный-то момент мы видели, что игра есть. Здесь есть определенные трудности по завершению, может, именно по результату. Поэтому без паники продолжили работать, продолжили делать то, что хотели. Поэтому я считаю, что по сезону она уверенность все больше и больше росла, что мы можем что-то сделать. Выходят на лед, и играют игроки, ребята. И что-то им там нарисовать, показать, делать. И так сушите. Но против нас тоже играют хорошие игроки, которые тоже умеют играть в хоккей. Поэтому очень важно, чтобы они, опять же, приходили и общались между собой. Они знают, кто будет играть. Ребят, вот ваше время. Вот вам, допустим, планшет. Пожалуйста, порисуйте, что вы хотите. Вы знаете, что мы хотим видеть от вас. Мы вам покажем, что делает соперник. Какие-то там у него есть слабые местечки. А дальше это уже ваша игра, ваша импровизация. Нам нужны голы от вас. Мы всегда нацелены на атаку. И приятно, когда мы много забиваем. Естественно, желательно каждую игру пропускать на одну шайбу меньше. Все будет здорово. Мне всегда нравится, когда игроки удивляют не какими-то своими физическими показателями. Там много присел, высоко прыгнул. А когда они просто-напросто очень качественно выполняют работу. Когда, наверное, называют это высокая рабочая этика. Вот когда такой игрок приходит в зал, вот приятно работать. И ты не то, что удивляешься, а просто это реально круто. Понятно, что кто-то может физически быть очень сильным спортсменом, но при этом быть посредственным игроком. Какой смысл тогда от этого, да? Когда и игрок, и отношение к работе в зале, он понимает, что делает, для чего он делает, как это отражается на его состоянии на льду. Это реально круто. Мы снимаем свою игру. Наша камера запитана на наш компьютер. Мы, так скажем, ее кодируем профессиональным языком. Опять же, нарезая вот эти игровые моменты, игровые ситуации. И по запросу тренера, по рации, мы какие-то моменты в режиме онлайн отправляем на скамейку, на iPad. У каждого тренера свои требования. Ну, у нас в основном, основные части, да, это выход из-под давления, давление, раскаты, откаты, построение обороны, игра в зоне атаки, в зоне обороны, вбрасывание, опять же, какие-то эпизоды. Это была у меня пятая попытка первого раунда. Владимир Ильич, по-моему, седьмая. И на этом все заканчивалось. Поэтому, вы не поверите, радость была, наверное, ну, очень большая радость была, когда Хабаровс прошли. Тем более, что сложность в чем заключалась. Соперник играл от обороны, соперник очень мощный. Вот, и какие-то моменты нам просто не давали. Много не получалось у нас вот в первом раунде. Опыта игры в плей-офф у нас у полкоманды не было такого большого. И сложность заключалась в том, что именно, чтобы ребята поверили, что они могут это сделать. И тем более, сложность была еще в том, что мы фавориты, да. Хабаровск, на мой взгляд, был аутсагером все равно. От нас большего требовали, большего хотели. И решающая игра была, наверное, здесь, когда мы повели в счете и уже поехали. 3-2. Если бы она сложилась по-другому, я думаю, что было очень сложно. Локомотив это с обняком стоит. Я даже, для меня самого загадка, почему они так не перестроились. Было сложно со Спартаком. Постоянно что-то соперник менял с автомобилистом. В тех же раскатах, там, в позиционной игре. А вот локомотив, на мой взгляд, как-то парился. Все начинается заново, с нуля, возможно, даже тяжелее, потому что мы прекрасно понимаем, что на нас будут настраиваться, как на чемпиона. Ребятам, наверное, я думаю, что с позиции прошлого чемпионского сезона немножечко будет потяжелее начинать. А там шайба черная, лед, овал для всех одинаков. Там разберемся, что где кому подправить. Надеюсь, что все будет в порядке и повторим прошлогодний успех. Каждая команда вдвойне захочет обыграть команду чемпиона. И нам будет гораздо сложнее, чем в прошлом. Да, в этом году и в плов-то попасть сложнее будет. Я так смотрю, что все команды хорошо укомплектованы. Поэтому, опять же, лимит на легионеров. У всех, посмотрю, там по пять человек есть. Все усилились. На данный момент, на начало чемпионата, я думаю, что все в равных таких условиях. А уж по чемпионату, кто лучше в физической форме, кто сыграет тактически лучше. Тут мастерство тренера главного, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок